Тест подколенной мышцы, удерживаем стопу вовнутрь, не хватает тонуса подколенной мышцы. Кишечник опускается, на каждом вдохе пережимает нервы, которые управляют ногами. Начинает зажимать, я не могу выпрямиться, не могу повернуться. Главная проблема здесь, как ни странно, диафрагма. Здравствуйте, друзья и коллеги, я Станислав Чернонок, автор и создатель онлайн-школы векторного массажа и соматики. Сегодня поговорим про очень важную проблему – колени. Колени у нашей модели перепрогнуты. И давайте прямо сейчас посмотрим на три очевидных последствия, которые уже сейчас проявлены, которые уже портят здоровье нашей клиенте. Посмотрим, к чему это приведет в дальнейшем и вообще, а с какой стати поломались колени, почему они у нее перепрогнуты. Это она из зловредности так ломает свои колени или есть у ее тела отчетливые причины, почему вести себя таким образом и что с этим можно сделать. Давайте сначала разберемся, что такое перепрогнутые колени. В норме коленка, давайте чуть-чуть расслабим, должна иметь вот такую вот историю. Нога вроде бы как прямая, но она находится спереди от точки перепрогиба коленного сустава. И вот здесь. То есть, эта вся история связана с недостаточным тонусом подколенной мышцы. Из-за того, что колени перепрогнуты, это размещает таз более назад. Это приводит к возникновению перепродиба в пояснице. Давайте посмотрим. Вот у нас видите, перепродиб в пояснице. Прямо вот это плохо. Это прямо вредно, потому что там неизбежно через некоторое время, если уже не, возникли грыжи поясничных позвонков. Вот здесь вот, вот эта вот длинная такая канавка, ложбина. Это ненормально, это неправильно. Это канавка и ложбинка между мышцами, распрямляющими позвоночник. Они так сильно перенапряжены, ровно из-за того, что колени не в порядке. К чему это в будущем приведет? Ну, во-первых, это будет приводить к тому, что животик будет вываливаться. Сколько пресс не качай, пока с коленями не разберемся, ничего хорошего. Кроме того, это приводит к тому, что наша модель начинает вот здесь вот сжимать лопатки. У нее зажимается трапеция. Уже начало приводить, но через некоторое время это будет прям проблема. Вырастет холка. И, казалось бы, всего лишь колени. Кому нужны эти колени? Некоторые, наоборот, даже так любят оттопыривать все, перевыпрямлять коленки. Но это вредно, и это можно исправить. Администратор рассказал мне, что у вас есть проблемы с трапецией, что у вас есть напряжение в плечах. Расскажите нашей аудитории, в чем проявляется эта проблема? Я раньше занималась спортом, легкой атлетикой, метанин копья. Получается, нагрузка шла на правую сторону, у меня болит справа трапеция. Получается, я похожу немножко или возьму пакеты с продуктами, и у меня начинает зажимать. Я не могу выпрямиться, не могу повернуться, и очень сильно болит. А насколько часто болит? Ну, довольно-таки часто. То есть раз в неделю, почти каждый день. А как боль проходит? Я делаю сама себе вот так вот массаж. И через некоторое время отпускает? Да, чуть-чуть мною и становится лучше. Здесь очень важно понимать, что если какая-то структура постоянно болит, если массаж ей помогает, то это верный признак того, что структура, которая болит, не является виновником. Потому что мы вроде как ее полечили, ей полегчало, но потом проблема возвращается на груди своя. Это означает, что первая причина где-то в отдалении. Поэтому мы как бы помогаем жертве. Говорим, ах ты наша хорошая, мы вот тебя так любим, сделаем тебе массаж до тех пор, пока вы не справитесь со злодеем, не найдете первую причину, невозможно решить вашу проблему. Давайте искать, где располагается злодей, где первая причина. Друзья, вот это абсолютно стандартная ситуация. Я, к сожалению, наблюдая это чаще, гораздо чаще, чем мне хотелось, люди идут к специалистам, специалисты искренне стараются, искренне делают все, что в их силах, но они лечат последствия, не разбираются с первой причиной. В нашей школе, в моей школе все совершенно по-другому. У нас есть очень простые, внятые инструменты, как разобраться, откуда растут ноги. И сейчас в этом видео мы сделаем. А вы, люди, которые желают научиться разбираться и помогать другим, эффективно, быстро, качественно, переходите по ссылочке в описании к этому видео, где вы попадете на наше бесплатное мероприятие и сможете разобраться в том, как лечить людей, естественно, прямо очень быстро своими руками и как это делать гарантированно, чтобы человеку помогло и ему стало лучше. Ссылка в описании к этому видео. У меня вопрос из-за вас, Танислав. Наш канал про то, что как массажисту зарабатывать достойные деньги. Но ведь если человек лечит впоследствии, то он будет постоянно его лечить. И наша модель будет снова приходить к этому специалисту и снова и снова лечить эту проблему. Так получается, вариант лечить последствия выгоден для специалиста? Это, к сожалению, обманчивая история, потому что вот она ходила-ходила, отходила курс, и она туда больше не пойдет, потому что не помогает. Ну, как бы деньги отданы, а результата нет. Другое дело, казалось бы, вот мы сейчас посмотрим на модель, поработаем с ней, Бог даст, решим ее проблему, и что она всем расскажет о том, что ей помогли решить проблему за один сеанс, за несколько сеансов. То есть, условно говоря, даже если вы работаете один сеанс, и ценник у вас в пять раз больше, то все выигрыши, клиент заплатил меньше денег, потратил меньше времени, а вы выигрыши, потому что дали человеку результат и собрали вокруг всех, кто желал бы решить свою проблему. Ровно про это наш вебинар, на который я вас сейчас зову, обязательно переходите по ссылке, подписывайтесь и приходите. Главная причина того, что колени приходят в состояние перепродиба, которое очень вредно для коленных суставов и для всего организма, заключается в том, что не хватает тонуса подколенной мышцы. Вот я проверил две подколенные мышцы, они обе безболезненны, при этом они не работают. Давайте еще раз перепроверю на вас. Тест подколенной мышцы. Удерживаем стопу вовнутрь. Нет. И аналогичным образом удерживаем стопу вовнутрь. Нет. То есть, подколенные мышцы не болят и при этом не работают. О чем это может говорить? Это может говорить прежде всего о неврологическом поражении. То есть, почему-то нерв, который управляет этими структурами, нормально не передает информацию. Мы сразу же предполагаем, конечно же, проблемы по запирательному отверстию и предполагаем проблемы по диафрагме. Чтобы проверить, как у нашей модели, насколько у нее опущен тишечник, давайте попросим ее сделать вдох, выдох, задержать дыхание и проверим еще раз подколенную мышцу на задержке, на выдохе. Опа! Прекрасно! Заработало! То есть, у нашей модели опущен тишечник. Нет в этом никакой фантастической истории, потому что, к сожалению, у двух-третьих людей, которые ко мне приходят, тишечник опущен. И опущен он ровно из-за диафрагмы. Именно поэтому те рецепты и рекомендации, которые я даю, они работают почти для всех. Как связать всю эту сложную информацию? Кишечник опускается на каждом вдохе и поднимается на каждом выдохе. Дело в том, что у нас купол диафрагмы, когда он напрягается, он сдвигает кишечник вниз, а когда мы делаем выдох, диафрагма расслабляется и кишечник поднимается естественным образом вверх. Кишечник вот здесь вот ложится на органы малого таза, чем вызывают простатиты и проблемы по женской части и всё такое. Но помимо этого ещё пережимает нервы, которые управляют ногами. Соответственно, спазм нервов приводит к тому, что подколенная мышца не работает и возникают все проблемы по позвоночнику. В тот момент, когда мы выдыхаем, мы как бы поднимаем кишечник и таким образом мышцы снова включаются. Таким образом, главная проблема здесь, как ни странно, в огромном количестве случаев диафрагма. Таким образом, если мы по-настоящему хотим помочь нашей модели, то мы ни в коем случае не должны наминать ей плечи, которые у неё болят, ни в коем случае не должны наминать её колени, которые нормально не работают. Это лишь будет исчерпывать ресурс организма. То есть, мы бросаем в топку плохо работающему дракону всякие структуры, используя избыточных ресурсов. Идеальный результат телесной работы с нашей моделью будет, когда мы покажем ей, какие места ей необходимо самой массировать, научим её находить болезненные точки, где есть триггеры, где есть травма, где есть проблема, и дадим ей дополнительно к этому упражнение, которое она будет легко и естественно делать с удовольствием. И таким образом тело само себя выведет на другой уровень качества. И если к нам подобная клиентка вернётся, то уже с какой-то другой проблемой, после родов, например, или готовясь к физическим каким-нибудь соревнованиям, тоже можно поднять результат. Но данная проблема уйдёт раз и навсегда. Таким образом, я рекомендую нашей модели упражнения, которые все есть на нашем канале. Во-первых, это помпа упражнения, во-вторых, это диафрагмальное дыхание и, наконец, упражнение вакуум. Там есть, как всегда, подробности. Некоторые упражнения даются вам проще, некоторые сложнее. Главное, чтобы наша модель на выдохе научилась выдыхать и поднимать таким образом тишечник и расслабляться. Это главное целевое действие, которое сделает её здоровой и счастливой. Как всегда, очень благодарен вам за то, что вы досмотрели видео до конца. Напишите, кто извлёк до себя важную и интересную информацию. Напишите про свой опыт с коленями, насколько они у вас ровные, кривые, может, у кого-то и ксят, у кого-то у-образные колени. Это всё очень часто проблемы с корпусом. Ну а я, Станислав Чернонок, автор и создатель онлайн-школы векторного массажа и соматики и одноимённого канала, где мы говорим про людей, про здоровье, про себя, разбираемся, как помочь себе и другим. До новых встреч, друзья. До свидания.